Учебно-тренировочный процесс прибывших из-за рубежа спортсменов организован отдельно от спортсменов, которые не выезжали за пределы республики. Наши юные спортсмены 21 марта прибыли из города Адлер Российской Федерации. В отношении их было принято решение использовать режимно-ограничительные мероприятия. Для этого был выделен целый этаж в общежитии. Доступ туда имеют только медицинские работники. Был выполнен забор биоматериала. Предварительные результаты мы получили отрицательные. На данный момент мы тесно работаем с санэпидслужбой, с РНПЦ микробиологии. Повторный забор юным спортсменам будет выполнен на 13 день режимно-ограничительных мероприятий. Усилено наблюдение медицинскими работниками, прибывших спортсменов. Проводятся все санэпидмероприятия, санитарно-бедимические мероприятия. Учитывая, что юные спортсмены помещены в газолированное пространство на 14 дней, организовано дистанционное обучение учащихся и организован тренировочный процесс, потому что тренеры и преподаватели по спорту тоже помещены в эти же условия. Жизнь ни в коей мере в училище не останавливается. Проводятся плановые тренировки, плановые занятия по 26 видов спорта. Проводятся занятия по общей образовательной подготовке. И ни в коей мере это не влияет на жизнь наших студентов, наших школьников. Ни в коей мере это не влияет на те результаты, которые мы перед ними поставили и которые, мы надеемся, будут достигнуты в конце этого года. Каждый учитель, каждый преподаватель, каждый воспитатель и помощник воспитателя, каждый тренер и каждый учащийся уже знают, что при появлении каких-то симптомов должен быть немедленно доставлен в медицинскую службу учреждения. Там организовано круглосуточное дежурство, имеется вся необходимая база для выполнения мероприятий по локализации и дальнейших действий для сохранности здоровья и его восстановления.